Родительский долг содержать своих детей в том числе после развода. Обычно разведенные платят алименты, а если нет, им грозит ответственность за неуплату. Как взыскать алименты на ребенка, как правильно составить заявление и куда его подавать? На эти и другие вопросы в прямом эфире Радио Лема ответили судебные приставы. По данным экспертов, в Приморье составлено более 21 тысячи документов на взыскание алиментов в отношении мужчин и женщин. Весь комплекс мер принудительного исполнения прописан в федеральном законе номер 229 от 2 октября 2007 года об исполнительном производстве. В этом законе у нас довольно-таки широкий спектр действий, которые пристав исполнитель может применять направленные для принудительного исполнения. Такие как, вы уже сказали, да, это арест денежных средств, которые находятся у нас на счетах у граждан, обращение взыскания на указанные денежные средства. Кроме того, это может быть и арест имущества, как движимого имущества, так и недвижимого имущества. Пристав исполнитель выносит постановление о запрете на регистрационные действия в отношении зарегистрированного имущества, будь то транспорта, либо это будет недвижимое имущество принадлежащего должнику. Кроме того, такие меры предпринимают как ограничение неплательщиков в специальном праве на управление транспортными средствами, а также на выезд из Российской Федерации, что тоже зачастую побуждает указанного гражданина к исполнению решения суда. В этом году за счет такой меры, как ограничение на управление транспортными средствами, было взыскано более 78 миллионов рублей. Если гражданин умышленно уклоняется от алиментов в течение двух и более месяцев, то судебный пристав исполнитель составляет на должника протокол об административном правонарушении, что влечет за собой арест до 15 суток, обязательной работы до 150 часов или штраф в размере 20 тысяч рублей. Если у нас должники после привлечения к административной ответственности не встают на путь исправления, не продолжают уклоняться от уплаты алиментов, то здесь уже в данной ситуации пристав исполнитель выносит рапорт об обнарушении признаков преступления по 157 статье Уголовного кодекса и решает вопрос о привлечении к уголовной ответственности. Но есть и такие ситуации, когда взрослые родители подают на алименты на детей. Но это возможно в случае, если получатель выплат нетрудоспособен, ранее не являлся злостным неплательщиком алиментов и добросовестно относился к воспитанию ребенка до достижения им совершеннолетия. Алина Черненко, Денис Вадеев, Новости на Восьмом.